Любовь, это доверие, это работа ежедневная, это уважение, работа над отношениями, это страсть, это радость, это теплота, это неповторимое чувство, оно внутри, это энергия, эмфория такого счастья идет, вдохновения, которое идет изнутри, которое нельзя не почувствовать. Готов ради этого человека сделать все, что угодно. Ну, познакомились на работе, это была весна. Работала в бухгалтерии, вела там свою соответствующую документацию, я приходил, оформлял кое-какие документы. Зашел, посмотрел, мое первое впечатление было бабник. Я думаю, что я проявил впечатление надежного, уверенного человека. Ну, а потом просто мы общались несколько месяцев с весны до осени. Мы друг другу очень длительное время улыбались, в общем, симпатизировали. И кроме здравствуйте и приятных улыбок ничего не было. Навстречу друг другу шага не делали, как-то, ну, наверное, было и стеснение. А потом, в один прекрасный день, я сказал, что я уезжаю, то есть сегодня последний день и завтра уже меня не будет. Не знаю, что мне подсказало, заставило. Я его, например, надо поварить. Ну, Виктория пригласила меня на чашечку кофе. Вот так он зашел в гости, через два дня уехал. И в итоге у нас, мне говорят так, зародилось и новые такие чувства, то есть как бы вспыхнули. Ну, на ноябрьский он приехал. И как раз на ноябрьский сделал мне предложение. Вот так наша семья и создалась. Так что у нас можно было сделать два-три свидания до нашего предложения. 20 марта 93-го года так была создана наша семья. Строить отношения везде хорошо. На работе в том числе. Ну, преимущество знакомств на работе, то есть ты человека уже частично знаешь. Просто мы находимся на работе 80% времени. Как мы можем здесь что-то не строить? То есть даже различные нестандартные ситуации может показать, какое истинное лицо человека. На работе мы выглядим лучше, чем дома. Я считаю, что да. Это очень хорошее качество. Работа нас очень сильно связывает. Как говорится, счастье под рукой. Самым большим достижением, это я считаю, наши дети. Дети – наше отражение. А дети, естественно, имеют свойство повторять судьбу своих родителей отчасти. И как мы что-то в них вложим, то мы и видим. И приятно, когда ты радуешься тому, что ты видишь. Поэтому я считаю, что самое большое достижение – это наши дети. Я искренне очень ее люблю. Я рада, что он у меня есть. Люди не просто приходят в нашу жизнь. И это моя вторая половина. Поэтому я и всегда желал и желаю только-только самого лучшего, самого ценного – это добра, здоровья. То, как мы друг друга ощущаем, чувствуем, нам очень комфортно и запишно быть вместе. Это самое важное. Я считаю, что наша семья – это вообще изюминка. Как звать лучшего друга В'ячеслава? Гена. Но я его не видела. Какого кольору у дружины очи? Он в корею. Он родился в Пустанайской области, Казахстан. Джальма. Джальма, да. Как звуть дітей сестри дружины? А, Татьяна. Каким видом спорта занимался В'ячеслав у школы? Ой, он очень много занимался. Он любил футбол. Какими танцами занимался Віктория? А, больная музыка. Сколько у человека хресных детей? Четыре. Правильно. Коли день народжения Тещи? 26 лет я была. Яку книгу зараз читает В'ячеслав? Никакую. Князь. Он смотрит в фильме. Как дружина спит? На боце, на спине або на животе? На спине. Яку сорочку выберу чоловік під джинсы? Сиру, білу, блакитну, клітинку, смужку. Ну, любимая у него белая. Его вечно я торможу с этим цветом. Как часто дружина робить маникюр? Вы по графику, я скажу, вам две недели. А может, ничего даже чаще? Ускільки прокидається чоловік? Позже меня. 4.30 утра. Не, ну если первая смена, 4.30 утра. Не, делаем вообще разные смены. Я поставил 4.30, но там может быть и 8.00. И полдевятого. Яке слово паразит у Вікторії? Ой, не замечал. Улюблений фильм чоловіка. Ну, во-первых, он в последнее время очень любит игру Эльдера. Он любит мастери Маргариту, из тех, которых часто пересматривают. Вечный звук, который любит. Назвіть улюблені телепроекти дружини. Ой, то там, честно... А, все, все, все. Холостяк тут. Да? Улюблена країна чоловіка. Чо, Англия? А че, она у тебя любимая? Який напій воліє чоловік? Крепкильта. Кока-кола, пепси, кава. Какое? Ну, згаду. Молоко. О, ще. Я себе дохвалюю. Недавно. Не знаю. Я назвала то, что ты любишь, и то, что ты пьёшь. Это то, что я пью. Таматный сок. Помнишь? Да. Яка фирмова страва дружина. Ой, картошка. То, что ты постоянно любишь. Якамрия у Виктории. Я думаю, они у нас одинаковые. Крюю, покрюсвет. Якамрия у Вячеслава. Крюю, покрюсвет. Вопрос на ответ, да? Ух ты. Ого. Это невамечательно. Красота. Одну минуточку. Спасибо тебе, мой дорогой, любимой, самой ценной, самой нежной в мире судьбе. Это для тебя. Это только для тебя.